Те люди, я сейчас обращаюсь именно к тем, кого Жамбетов устраивал до вот этого поступка, которые не видели в его словах, в его убеждениях, в его действиях не видели никаких проблем до того, как он поехал домой и записал видео из Шалинской мечети, вам нечего ему предъявить. Как раз таки в его действиях нет никакого лицемерия. Надо отдать должное Жамбетову, он не лицемер. И потом говорит, они открывают какой-то ролик, там его называют предателем, муртадом. Как так можно? Удивлялся он. И это устраивало тех, кто был рядом с ним. Эти его слова были буквально в то время, когда вот этот условный кадыровец, который пошел на работу заработать на кусок хлеба, это возможно тот самый кадыровец, который похитил женщин моих родственниц, родственниц Хасана Халитова. Как раз в то время они были похищены. Они подвергались пыткам, унижениям. Это было в то самое время, когда он записывает это видео. Хусейн Джамбетов. Имя, которое стало нарицательным наравне с именем Иуда, наверное, многие сейчас считают синонимами. Как и имя Иуда является синонимом предательства. Теперь многие имя Хусейна Джамбетова ассоциируют также с предательством. Но я сегодня, возможно, с неожиданной стороны для вас открою некоторые вещи. Короче, поговорим о Хусейне Джамбетове. Итак, Хусейн Джамбетов внезапно записал видео из Чечни. Если кто не знает, кто такой Хусейн Джамбетов, то вот так вот выглядит этот человек. Он стал известен широкой аудитории после начала российского вторжения, широкомасштабного вторжения в Украину, то есть после начала войны в Украине. Он вдруг оказался в Украине, сражающемся против России в рядах ВСУ и начал очень активно записывать видеоролики. И его площадкой, где он выкладывал бы свои видео, то есть тем человеком, кто стал продвигать Хусейна Джамбетова, внезапно, неожиданно оказался Ахмед Закаев. Именно Закаев начал опубликовать все его ролики на своем официальном канале в YouTube. Ну а потом уже эти отношения приобрели более такой официальный характер. То есть уже Закаев отправился в Украину, как раз Джамбетов и был тем человеком, который, можно сказать, организовывал вот это вот все то, что мы потом увидим, как Абон в Украине. И это был такой официальный рупор этого самого Абона. Но на тот момент, когда он начал свою деятельность, еще не было, не существовало никакого Абона. Он был просто такой доброволец, чеченец, который отправился воевать против России. И вот сейчас сначала он пропал, где-то неделю назад он пропал без вести, но уже в некоторых кругах говорили о том, что он находится в Чечне. И, ну, в общем-то, я ждал этого видео, когда они, наконец, что-то такое выложат. И вчера он опубликовал на своем официальном канале, опубликовал видео, где он сидит в Чечне, в Шалинской мечети, и обращается к чеченскому народу, рассказывая о том, что все, теперь я вот приехал в Чечню. Я, говорит, приехал, и показывает на значок с флагом свободной Чечении, Чкерии. Он говорит, я со своим флагом никуда, он говорит, не делся, я за этим флагом сюда приехал. Меня, говорит, хорошо встретили. Я приехал, так сказать, на ревизию, как ревизор, проверить, как тут обстоят дела. Действительно, есть ли у нас, значит, свобода слова, выполняют ли там какие-то религиозные обряды представителей кадыровских структур. В общем, в таком своем репертуаре парень выступил. И с этого момента я наблюдаю за этим его роликом, я наблюдаю за комментариями, за реакцией людей. И вижу, во-первых, надо отдать должное Жамбетову за то, что он не закрыл комментарии, он дает людям высказываться. У него стоило бы поучиться многим, например, вот Ян Глубаевым, стоило бы поучиться принятию критики у Жамбетова. Абсолютно парень, никак не комплексует по этому поводу. Вы у него в комментариях не найдете вообще, ну, не то чтобы там одобрительного, даже каких-то нейтральных комментариев там нет. Там один негатив, его просто поливают, и он позволяет это делать. Но я как раз хочу выступить в защиту, наверное, в каком-то смысле, в защиту Хусейна Жамбетова и с критикой в адрес тех людей, которые вдруг обнаружили, что в действиях Хусейна Жамбетова есть какие-то противоречия. Ребята, а вы точно ничего не путаете? Вы серьезно считаете, что Жамбетов изменил каким-то своим убеждением? Есть ли в действиях Хусейна Жамбетова в том, что он сейчас сделал, в том, что он сейчас говорит? Есть ли в том, что он говорил и говорит какие-то противоречия? С чего вы вдруг решили, что Жамбетов, при том, что он говорил до этого, не должен был сделать то, что он сейчас сделал, отправиться домой и так далее? Что вы для себя открыли нового в этом человеке? Те люди, я сейчас обращаюсь именно к тем, кого Жамбетов устраивал до вот этого поступка, которые не видели в его словах, в его убеждениях, в его действиях не видели никаких проблем до того, как он поехал домой и записал видео из Шалинской мечети, вам нечего ему предъявить. Как раз таки в его действиях нет никакого лицемерия. Надо отдать должное Жамбетову, он не лицемер. Вот все ровно то, что он говорил, находясь в Украине, говорил нам, чеченцам, на чеченском языке, мы-то с вами его слышали, понимали, это к украинцам не относится. По поводу украинцев я скажу в конце, в конце вот этой вот темы, я завершу. С вами там вообще другая ситуация, с вами он поступил подло, в этом нет сомнений. Но мы, чеченцы, все, кто понимает чеченский язык, мы знаем, что в его новых словах и в его действиях нет ничего того, в чем это противоречило бы его прежним словам. Понимаете, те, для кого не было сигналом, те, для кого было нормальным, что он заявляет, находясь в Украине, находясь в вооруженных силах Украины, воюя против России, на чеченском языке он говорил нам тогда, если будет убит кадыровец, чеченец, я вот этими руками омою его тело, совершу над ним джаназа за упокойную молитву и похороню его вот этими руками, говорил Жамбетов. И это не было сигналом, не было проблемой для тех людей, которые садились с ним рядом, записывали с ним видеообращения, для тех людей, чьим рупором он был. Жамбетов, сидя в Украине, обращаясь на чеченском языке, кадыровским муллом, говорил, о, ученые из Чечни. «Эй, ай лимна, нох чечур ай лимна», говорил Хусейн Жамбетов. И это тоже устраивало тех, кто был рядом с ним. Он к ним не с критикой обращался, он у них спрашивал, он задавал вопрос «Ответьте мне», он говорил, «Как поступить в этой вот ситуации? Я обращаюсь именно к вам, домашним муллом», обращался он к ним. И это тоже устраивало тех, кто был рядом с ним. Когда Жамбетов рассказывал, приводил какой-то пример, какую-то аналогию, он говорил про кадыровцев, что вот, мол, какой-то условный кадыровец, не конкретный, условный, он говорил, вот условный кадыровец, он, нох чекунах, он говорил, чеченский достойный, мужественный человек. Когда он, говорит, идет на работу, чтобы заработать кусок хлеба, вот так вот на чеченском, чтобы заработать кусок хлеба, он говорит, целый день там трудится, работает, возвращается домой, подходит к своей матери, обнимает ее, вот так вот, вызывая, чувства наши, он нам рассказывал про работу кадыровца, внимание, обнимает свою мать, говорил, кладет голову ей на плечо, мать его обнимает. Там, говорит, сестра потом подходит, обнимает брата. Соскучились. Весь день парень трудился, кадыровец работал. Потом дети подбегают, обнимают отца. Там, говорит, дальше стоит его жена, готовит кушать. И потом, говорит, они открывают какой-то ролик, там его называют предателем, муртадом. Как так можно? Удивлялся он. И это устраивало тех, кто был рядом с ним. Эти его слова были буквально в то время, когда вот этот условный кадыровец, который пошел на работу заработать, на кусок хлеба, это, возможно, тот самый кадыровец, который похитил женщин моих родственниц, родственниц Хасана Халитова. Как раз в то время они были похищены. Они подвергались пыткам, унижениям. Это было в то самое время, когда он записывает это видео. И вот этот условный кадыровец, возможно, как раз пытал женщин из числа моих родственниц, пытал сестру Хасана Халитова, вернулся домой, обнял свою мать. Про него, возможно, он рассказывал. Понимаете? И вот это устраивало тех людей, кто был тогда рядом с ним. Весь вот этот бред, который он нес тогда, он вас устраивал. Я сейчас обращаюсь к конкретным людям, которые сейчас вдруг обнаружили, что он плохой, что он переметнулся. Он не переметнулся. Он все то, на чем он был тогда, он на том же самом и сейчас. Он не сказал ничего нового. Сегодня, находясь в этой шалинской мечети, он сказал ровно то же самое, что говорил, находясь в Украине. Нам, чеченцам, на чеченском языке. Ни слова он не сказал противоречащего тем, что были сказаны раньше. Когда он целовал этого кадыровца пленного, ведь это тоже вас устраивало. Он вас устраивал ровно до тех пор, пока он пел дифирамбы, кому надо. Пока он вот эти дифирамбы вам пел, он вас устраивал. Что бы он ни говорил, вас не волновали его убеждения. Вся вот эта ересь, что он не видит вообще, что он размывает границы веры и неверия. Что у него нет любви и непричастности. Точнее, любви у него было полно. Но только эта любовь была ко всем, неважно. Главное, чтобы ты был чеченец. Он любил всех чеченцев и любит. У него не было ни причастности, ни к кадыровцам, ни к кому бы то не было, не было никакой непричастности. И это была его идеология. Когда он был там, в Украине, когда он был рядом с вами, с теми, кто сейчас вдруг обнаружил, что он оказывается предатель. Что он переметнулся, переобулся. Как раз таки нет. Вопросов по поводу переобувания или лицемерия к нему вопросов нет. Для меня, для таких как я, его положение было понятным уже давно. С первых его роликов было понятно, что это за человек. Что он из себя представляет. Поэтому ни я, ни мои товарищи, мы не удивлены. Абсолютно не удивлены. Что угодно можно было ожидать. И более того, в его выступлениях, в его высказываниях мы не увидели никаких противоречий к его убеждениям. Ведь если в сухом остатке посмотреть, что он говорит, находясь в мечети. Он говорит, все чеченцы, мы все один, единый народ. Мы все вместе должны быть единым целым. Все то же самое, что он говорил и до этого. Не видя никаких противоречий, никаких проблем в том, что уже не является, что чеченскость, вот эта приверженность какой-то конкретной нации уже не является показателем того, что ты хороший или нет, или что ты на одной стороне. Уже нет. Как и не было это с теми, кто был до нас. Не было. Пророк, в основном, проливал кровь своего племени. Абубыкар, Омар, да будь довольны им всеми Аллах, они проливали кровь своего народа. Вражда, потому что любовь и непричастность уже не строятся на принадлежности какому-то племени или народу, или нации. Нет. Приверженность строится на убеждениях человека, группы людей, на их взглядах. У этого человека этого не было. Он пытался сделать так, чтобы все чеченцы были вместе, взялись за руки, что все мы хорошие. Поэтому претензии, которые сегодня предъявляют к нему некоторые конкретные люди, они совершенно не обоснованы. Так, пока этот человек устраивал вас, пока он пел эти дифирамбы вам, если раз он вас устраивал, он должен вас устраивать и сейчас. Но сейчас он их не устраивает, сейчас они говорят, что он был душевно больным, теперь они нашли в нем какой-то порог. То есть, когда он был среди вас, когда он все эти ролики записывал, эти речи, обращения, он ведь не был для вас душевно больным, вы тогда ведь не считали его таковой. Какое-никакое красноречие у человека имеется, натренированное годами продажей мяса в Бельгии. Это все равно общение с людьми, когда ты им должен впарить свой товар, ты хочешь не хочешь, ты тренируешь себе вот эти качества. Когда ты рассказываешь людям, какое хорошее мясо, что ты вообще этого быка, чуть ли специально для этого клиента, ты его растил, только всем хорошим его кормил. Ты специально для него его, значит, зарезал, вот мясо привел свежайшее. Это, ну, вольно-невольно ты все равно как-то тренируешь свое красноречие. Вот у него было такое, какое-то красноречие, натренированное этой деятельностью. Какая-никакая харизма тоже присутствует. Человек как-то интересно вот так вот, качаясь сюда, как-то очень эмоционально делал эти свои обращения. И это оказывало влияние на людей. И вот пока это было выгодно конкретным политическим силам, он не был душевно больным, он не был плохим, он устраивал. Никто не заглядывал, никто из вас не видел проблем в его убеждениях, в этих его высказываниях. Поэтому парень сегодня, в принципе, следуя своим убеждениям, отправился домой к Кадырову и продолжает транслировать все те же самые свои убеждения. И претензий у вас конкретно к нему быть не должно. К нему претензии, те, у кого были к нему претензии, самых первых его видеообращений из Украины, когда он только начал этот бред нести про то, что он похоронит убитого Кадырова со своими руками, пленного он будет чуть ли лелеять, что он, собственно, и делал. Пленного он действительно лелеял, целовал его в лоб и делал это опять-таки прямо перед вами и с вашего одобрения. И вы не видели в этом никаких проблем. Почему вы сегодня критикуете его? Почему вы сегодня видите в этом проблему? Теперь, что касается украинцев. С украинцами тут уже ситуация другая. Дело в том, что украинцев он предал. Так как украинцы не знали и не могли знать этих его убеждений. Для них это человек, который приехал сражаться с Россией, с русскими, как он говорил. И когда сегодня он оказывается в Чечне, среди тех, кто воюет за русских, это очень серьезная подлость в отношении украинцев. Ведь это тот самый человек, который в самом начале своего пути спрашивал украинцев, которые в его этой группе находятся. Видимо, он там у них даже как командир был, спрашивал, довольны ли они своим командиром. Вот этот момент. Ребята, вы довольны своим командиром? Конечно. Машаллах, я иншаллах не подведу вас. Иншаллах. Я вас не подведу, говорил Тусан Джамбетов, украинцам и подвел. Вот украинцев ты, Джамбетов, подвел. И, к сожалению, наши доброжелатели в Украине, а он такие тоже у нас там, таких немало, это я в кавычках говорю, доброжелатели, к сожалению, они не будут выплескивать весь этот вот негатив конкретно на Джамбетове или на конкретной группе. Они будут это выплескивать на всех чеченцах. Ты подставил всех чеченцев, находящихся в Украине. И сейчас вся вот эта желчь, она польется на всех. Все чеченцы сейчас будут ненадежные, в любой момент готовые переметнуться. Сейчас вот так вот будут про нас говорить в Украине. Именно наши доброжелатели, кавычках. Вот это вот тот негативный эффект от твоих действий, которые ты совершил. То, что для меня не является вообще никакой новостью, удивлением, то, что ты сделал. Но для украинцев, к сожалению, это будет, это очень неприятный момент, который отразится на всех чеченцах, находящихся в Украине. Зато это урок для украинцев, что к личностям, пришедшим в Украину, нужно приглядываться пристальней. И нужно очень пристально следить за тем, что они говорят на чеченском языке чеченской аудитории. Это очень важный момент. Если бы в свое время вот так же вы прислушались бы к речам Хусейна, для вас бы не было бы открытием то, что он сейчас сделал. Потому что уже тогда, в самом начале своего пути, он вот эти все свои убеждения, он их показывал, он их не скрывал. По крайней мере от нас, от чеченцев. Не знаю, что он говорил там вам, украинцам, но от нас он этого не скрывал. Но я уверен, что если бы эти речи были бы изучены, и были бы сделаны правильные выводы, даны правильные оценки его словам, он бы уже давно был вышвырнут из Украины. И вот этих вот всех этих событий не произошло бы. К сожалению, по всей видимости, в Украине должное внимание этому не уделяется. А те авантюристы, которые сегодня на этой ситуации, на войне в Украине, пытаются сделать себе политические дивиденды, они тоже в этом проблем не видят. Они, наоборот, используют таких людей. Их харизму, их красноречие используют себе на пользу. В итоге они даже какие-то дают им должности, звания и прочее. А когда происходит вот подобное, то они как бы и оказываются не по делу. Хотя прямую ответственность на этих людей возложить за то, что человек уехал, можем ли мы? Нет, конечно, не можем. Не можем. Но ответственность, нужно ли на них возлагать за то, что они своевременно, когда этот человек не скрывал вот этих своих убеждений, что они на это не реагировали, что для них в принципе такие убеждения являются нормальными, пока этот человек поет дифирамбы им. Разве этому не нужно давать надлежащих оценок? В общем, здесь очень много таких моментов, на которые нужно подумать. Украинцам, украинским спецслужбам, украинским властям. То, что произошло с Хусейном Джамбетовым, это такой очень хороший урок, это опыт, из которого нужно извлечь пользу. Его видео, из тех слов, что были им сказаны, уже понятно, в каком направлении будет идти дальнейшую его деятельность, то есть что мы будем слышать от него. Это было, знаете, вот в тех словах, что я здесь все посмотрю, здесь есть, в этой земле есть хозяева, достойные люди. Я, значит, проанализирую здесь все, и если здесь есть свобода, то я на весь мир об этом заявлю. И вот, ну, по сути, это был такой анонс к тому, что будет дальше. А дальше нам как раз будут об этом рассказывать. Субтитры создавал DimaTorzok